В этом выпуске мы продолжаем говорить о Кожабергене Жирау. Если в прошлой программе мы говорили о его даре полководческом, о том, каким он был героем, батыром, то в этой программе мы хотим рассказать о его многогранной личности, о его других сторонах, о том, каким он был талантливым человеком, его смелым, он можно назвать интеллектуалом того поколения. И этот человек, который внес большой вклад в историю нашего народа, он оставил нам богатое литературное наследие, и можно проследить хронологию жизни казахов на протяжении нескольких столетий. И его труды будут интересны краеведам, любителям истории. И вот он уже тогда говорил о том, что степная память, она очень сильна. О том, что казахи прекрасно знали генеалогию жузов, о том, что они прекрасно знали свое чижире, родословную до седьмого колена, и в своем произведении он, в частности, пишет «Возродившись вновь, народ образовал ханство, историю тюрков, историю знаем глубоко». И это прекрасный посыл и сегодня, я думаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Достин Абайович, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы были тем человеком, который инициировал работу по постройке Мазара Кужаберген-Ужирау. Что вас к этому побудило? Во-первых, с маленьких лет, когда мы слушали своих дедов, прадедов, отцов, я сам вникал, слушая вот этих рассказов стариков, какие великие были люди, которые присутствовали в жизни наших прадедов, и что они делали. И вот всегда, но каким-то, постоянно, вот на каждом рассказе вот таких старцов перекликалось, как-то находилось заново узнавать, постоянно вот это нахождение новых данных про них. И одним из таких является вот Кужаберген-Ужирау. Кужаберген-Ужирау очень значимая личность, которая и вправду сделал очень большой вклад в развитие, скажем, казахской государственности, во-первых. Также в то время, в самые тяжелые времена, это начало 18 века, 1722 год, когда было сражение, вот когда казахские степи, казахский народ потерпел очень сильное поражение от джунга. И в это время получилось так, что народ как бы потерял ориентиры свои. И в это время нужен был трибун, человек, который воспевал, вдохновлял людей на подвиги, на ратные труды. И для этого были, конечно же, батыры выходили, но нужен был трибун. И вот Кужаберген в это время как народный певец, как ахан, как поэт, как жрал. И вот величие его, что он не только, скажем, как поэтический личность, но и как полководец, но и как государственный муж. И он же не только, скажем, участвовал в правлении страной, но и также участвовал в разных международных отношениях. По проведению дипломатических миссий. Это говорит о том, что человек был очень большой эрудицией и большой буквы, который сделал что-то для этой страны. Поэтому надо было сохранить память об этом человеке. И вот мы тогда, я работая, в 1990 году я бы начал работать заведующим отделом райисполкома Жамбулского района. И эта история для меня была уже изучена, знакомая. И первым делом, которое я взялся, это было, надо было восстановить эту историческую, как это, летопись. Ну, не восстановить, но также распространить его. Привлечь внимание к этой теме. Привлечь внимание молодых, детей, школ и так далее. А потом, конечно же, это застолбанить, это поставить памятник, где похоронен человек. Откуда вы знали, что... Это все рассказы старцов наших дедов, которые жили тогда, я, например... В тех местах, да? В тех местах. Они знали, они вот, когда меня привел, 92 года мы, звали его Мухан, он привел меня. Вот этот хорм, то есть это... Место, да? Место захоронения этих людей. Родовое кладбище он привел. Да, родовое, клановое кладбище. Теперь смотрите, туда каждого просто хоронить не могли. Это... И во-вторых, туда везли с разных сторон именно вот рода Кощу-Г, значимых людей. И что интересно, до 29-го года здесь стояли большие балбалы, эти каменные балбалы. Но когда в 29-м году, после 28-29-й годы, когда конфискация имуществ, и народ в части ушел, убежали то в Россию, то в Китай. После, когда они уже приехали, 30-35-й, 36-й год, и когда вот этот дед рассказывает, когда мы приехали, этих балбалов уже не было. Потому что эти балбалы разобрали на строительство домов, разных мельниц и так далее, и так далее. Но память, когда-то там, вот именно с записями там на арабском, они были. Поэтому нам пришлось это все восстановить, сделать памятник и написать там, что здесь покоится праг такого-то великого, так Кожа-Аберген, жрал. И вот с этого и началось. Дальше больше мы подключили сюда ученых, и архивные материалы соборные были. И сегодня то, что, например, наш Кожа-Аберген стоит постаментом при въезде в город Петропавловск, это, конечно же, большое украшение, большая исторически значимая гордость для нашей области. Я понимаю, что Кожа-Аберген, он был выдающимся человеком. Вообще, жрау, они же не были для развлечения народа. Они, как бы, свои произведения, либо когда было большое горин, людское народное, либо большая радость, они писали свои произведения, посвящали. То есть имело такой вес и значение большое. И свои произведения жрау, конечно же, писали на основе каких-то реальных фактов. И Кожа-Аберген тоже не исключение. Вот у него сохранилось не так много произведений, да, вот дошли до наших дней. На ваш взгляд, вот насколько они актуальны сегодня для изучения современного поколения? Потому что тот же слова предков, да, те же Елимай, то есть вообще слова предков, там даже описана, мне кажется, история за 2-2,5 тысячи веков казахов, мне кажется. Да, Бабатыль. Да, то есть это же большой пласт для изучения, мне кажется. Как считаете? Вообще, вот этот Дастан Бабаты, если вы, конечно, прочитали. Частично, отрывки читала, да. Вы правы, там пласт идет на тысячелетие, не просто. Человек, который, если мы говорим, когда он написал Елимай, да, это был... Горе. Горе, именно он как соучастник этих событий. Это как репортаж своего рода такой. Да, и нужен был своеобразный, как бы, вот человек, который воспел это и представил народу, и это своеобразным был не только, скажем, плач или там реку, но это был призыв к объединению и так далее. И вот что интересно, а вот уже Бабатыль, это уже как бы, как он себя показывает, как жрал. И он рассказал об этом, что мы не просто... Оказывается, есть вещи, которые тогда проблемы, и сегодня проблемы становятся, они перекликаются. Тогда проблемы языка были, оказывается. То есть, что мы говорим, например, да, мы ислам придерживаемся, но тогда, когда приходили, скажем, миссионеры исламские, они говорили, забывайте этот язык, вот вам арабский. Принимайте арабский язык, пишите на татарском, зачем вам язык? Вот, понимаете, те проблемы языковые. Актуальные по сей день. По сей день. Вот поэтому это очень значимые произведения. Изучать его, скажем, я считаю, например, даже со школьных скамей, вот, изучение вот этих произведений обязательно считаю. Потому что, вот, я сейчас рассказал, что, вот, Эльмай, да, мы знаем его стиховую часть, но мы же знаем еще она как пение, как песню, да, как музыку. И что интересно, вот, в последнее время было найдено, есть такое произведение, древнейшее, кодекс Куманекс. Это словарь кипчакско-латынской, словарь, который сделали в свое время генезийские, этот, купцы. Оно хранится в Ватикане. И вот, венгерский ученый, человек, который занимается этим делом, Иштфан Хомер, он нашел эту книгу, сфотографировал, записал все. И когда смотрел этот кодекс, и в конце было две страницы нотных записей, и он это тоже взял. Но эта нотная запись была незнакомой никому. И он тогда обратился, вот, старцам Ватикана, музыкантам, которые там играют и так далее. И они сказали, что это очень древнейшая нотная запись. И они сыграли ему на органе. И записали на магнитофон. Ну, запись сделали, звуковую. И этот запись он привез в Казахстан и дал послушать Акселю Сидимбекову. Ну, это великий тоже ученый, человек. Я вот, он рассказывал, я сам слышал. И когда, говорят, когда я слышал, как это была музыка, Элемай, первая. Вторая музыка была, это Ахсахулан. Поразительно. Посмотрите, где, куда уходят корни. Ахсахулан – это Чингисхан. А Элемай тогда, значит, это песня, музыка. Это было намного древнее. Но в народной памяти оно как страдательское. Семер. Сперва мы играли, что? Элемай. Вот это простейшая музыка, простейшая на дамбре играется. Вот мы играли, научились вот так. Поэтому значение очень-очень для народа, для нашего. Очень высокое и очень достойное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карабас. Кужаберген Карабас они вместе. Ну, вот мы от Карабаса. Ну, прямые родственники наши, где-то соседние республики Россия, не верю в кернируют. Они есть, но они где-то сейчас уже переехали. Давно уже, да? Недавно переехали, но где они сейчас? Связь потеряли, да, получается? Ага, пока связь потеряли, вот как мне. Вообще у Кужабергена Жирау большой род? Потомков много, родственников? Как бы сказать, у нас есть потомки. Вот в городе живут, мой старший брат, у него сын есть, в Астане сейчас живет. Вот в Железном есть, в соседней деревне, вот за Пресновкой живут там роженые тоже, твои родные наши братья. И в Пресновке вот есть. Ну, есть. А в Чижире у вас есть в роду? В Чижире есть. Сохранили, да? Да, сохранились, есть. Ну, это большое дело, конечно же. И это помогает, наверное, вам сохранять историю, да, семьи. Как вот вы узнавали о своем предке, то есть из легенд, сказаний, от своих дедов, наверное, да, что они вам рассказывали? Какую информацию вы сохранили в семье? Ну, я рос вообще-то, ну, дед меня вырастил, бабушка с дедушкой меня вырастили, вот они по-рассказываю их, я часто слышал, что про Хужабергена, про Давлем Батара, что потомки Батаров, Хужаберген Журава, Харабаса, про Харабаса, плодвиги, про их плодвиги они рассказывали постоянно. Вот, и в округе все говорят, что я вот, мы здесь живем, в деревне, вот старики были, старые люди, вот они постоянно мне говорили, что потомок, Хужабергена, Давлем Батара, такого. Гордились? Гордились, и, говорит, ну, в общем, часто рассказывали про это самое, про их героизм. Сегодня вы передаете своим детям такие же легенды, рассказываете ли о нем? Ну, ага, я тоже рассказываю, что мы это, что потомки, наши предки вот были батырами, совершали подвиги, защищали свою родину. А кому-то из потомков передались такие же вот силы, такая вот, может быть, или талант, скажите? Да, передались, вот, у нас в семье есть мастера спорта, я сам спортсмен, спортом занимался. Какой вид спорта? Ну, я занимался в волейбол, я не с основного увлекался игровыми видами, и боксами баловался, а вот у меня братишка мастер спорта по тайгвандо, ну, есть, в общем, богатыри найдутся, если что. Североказахстанцы, конечно же, чтят память великого Кужабергена Жрау, и в 2002 году они установили на его месте захоронения в Жамбулском районе Мазар, а годом позже выпустили книгу, а в 2018 году установили гронзовый памятник, высота сооружения 12 метров. Автор, известный казахстанский скульптор Казбек Сатыбалдин. И сегодня Кужаберген на своем скакуне с дамброй в руках гостеприимно встречает всех, кто приезжает в областной центр. И, кстати, вот это шоссе тоже носит его имя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова